Всех приветствую на своем канале. Еле заставила себя сесть и начать писать эти баночки. Хотя вообще я собиралась в сад, у меня много чего собиралась, и у нас как бы вчера затопили нас. На словах, конечно, затопили, на деле придет огромный счет, ну, обычный счет, когда отопление включают. Будто бы нас топят офигеть как, но как видите, я в свитере, я мерзну. На кухне батарея вообще холодная, хотя вчера у нас сосед добрый спустил эту самую воду, или что там еще отпускают. В комнате батареи так вот во всех трех. Ну, все, плем. А в ванной такой же дубак, как и на кухне. Ну и начнем. У меня тут огромный вообще пакет. Видос обещает быть долгим. Скорее всего, я даже буду его писать в два счета, и, возможно, уже вторую часть, второй кусок видео, потому что это вот отдельный один файл, вы увидите уже не при дневном свете. Вообще, я хотела сначала сесть лицом к окну, фотик поставить, и морда, и жопа, и не знаю чем. Тоже к окну на кухне, но что-то, в общем, вроде как-то протестировала, и получилось, что вполне можно здесь. Да, диван у меня уже собран, мы вчера с тетей его такие собрали. И, в общем, что я первое достала, вот эта вот пенка замечательная, белитом, из Белоруссии привезла уже год с лишним назад, и в последний раз, как в прошлом году была, два раза была в Белоруссии, в 2015-2016. Календула гель, очищающий для умывания, для комбинированной жирной кожи, глубоко очищает, то и уменьшает кожу, устраняет, устраняет жирный блеск, не пересушивая кожу. Природная сила растений, 200 мл. Слушайте, она очень классная, сделана она в апреле 2016 года, срок у нее 24 месяца, но она меня так уже достала, она у меня настолько не заканчивала, что я уже не знала, когда она закончится. Мне ее хватило на год с лишним. Помню, в прошлом году я в июле ездила, и вот она у меня закончилась, где-то в предпоследних числах сентября. Тут даже еще совсем чуть-чуть я ее вот так перевернула, и чуть-чуть там еще осталось, вон капелька стекает. Она очень классно удаляет всякие такие блески, помады, которые вот супер такие стойкие, которые вот, допустим, могут удаляться только какой-то специальной фигней для снятия макияжа, да, но у меня макияж только вот губные помады, только вот то, что я губы крашу с умытой блески, все, что за губ, да. Потом, я уже не знаю, тут какой состав, не состав, она очень экономичная, у нее вот такой вот дозатор тут, и даже когда она капает, вот если вовремя эту капельку не стихнуть, то она обратно эта капелька убиралась, вот так, вот так. Что-то мне в комментах, когда я ее подозревала, когда вот покупки были в Беларуси, сказал, что действительно классная пенка, вот действительно офигенная пенка, кожа на лице она не стягивает, я ее умывалась, в основном смывала вот эти блески всякие. Иногда смывала по нескольку раз в день, особенно если писала для вас видео, а блеск надо было снять, или помаду, или все, что там вместе с ней сиано. Потом уже я просто ее умывалась, как раз когда у меня закончилась та от коры пенка такая вот муссовая, крышечка-то, по-моему, тут не откручивается, в общем, крышечка не откручивается, только открывается вот так. Ну и она очень классная, очень экономичная, единственный минус, она может надоесть, элементарно, ну и разнообразие, иногда она у меня просто стояла, я чем-то другим умывалась. Но вот эта вот, она очень классная, вообще в восторге от нее, я вам ее советую. Я не помню, сколько она стоила, но, наверное, не особо так это дорого. Мне кажется, вообще такая косметика, да и в Беларуси вообще, мне кажется, косметика дешевая. Может быть, даже и в России она белорусская косметика недорогая. Белит Абитекс, разработка научного центра. В общем, если вас не напрягает, что у вас стоит тюбик 200 мл, который ни хрена не заканчивается, его надолго-надолго-надолго-надолго хватит, то я вам такую вещь такую советую. Я, наверное, если бы где-нибудь увидела, я, в принципе, ее бы приобрела, если увижу точно такую же. Так, у меня практически закончилось, может, на 2-3 применения осталось. Это тоже белорусская, роз с молочком для снятия макияжа. Это от МОДУ. Тут 150 грамм у нас было, 12 месяцев после вскрытия. Тут, по-моему, после вскрытия ничего такого нету, может, видимо, как открылась, так и живет 24 месяца, когда открылась, или когда сделалась. Это мне прислала по-меняшке когда-то Настя Зарецкая. В общем, классная штука. Я вообще люблю молочки. Молочка, молочко. Молочко для яйца. И раньше периодически старалась или покупать, ну, как-то так, или вот она мне прислала по-меняшке. И, в принципе, ну, хорошее молочко, короче говоря. У меня такой именно вот из этой серии роз был, по-моему, хлеб-дорог. Я из Беларуси привозила как раз вот с этой штукой вот вместе. Сейчас вот у меня стоит пенка, но забегая вперед, она мне очень жидкая. Ну, конечно, надо о ней говорить в пустых баночках следующих, когда она будет уже пустой баночкой. Ну, допустим, вот это вот круче, чем то же самое вот из этой серии. Мода в роз. Но молочко классное в роз. Так. У меня закончилась Organic Shop от Organic Kitchen. Нет, это Organic Shop просто без Organic Kitchen. Organic Mint. В общем, что-то у нас. Соль для ванн органический, я хочу, от мяты и жемчуг. Такие жемчужинки, 250 мл. Тут была зелененькая такая мятка. До сих пор еще пахнет мятой шикарно. Короче говоря, я ее покупала как-то в районе своего дня рождения, у нас в Атаке. Не помню, за сколько. Ну, и она довольно экономичная. Тут 4 столовых ложки на ванну. Я делала с ней ванны, и потом в основном делала уже стадики для ног. Очень классная вещь. Не помню, сколько стоит, но я вообще люблю такой этот жемчуг. Такой вот. Солеобразный. Ну, и, соответственно, я вам советую, если вы любите лежать в ваннах. В жару или так вот, когда устал. Вообще, ну, когда тепло лучше, потому что оно все-таки освежает и холодит слегка. Так, это, скорее всего, наверное, ближе к зачисткам. Это Настя Лукьянова мне дарила на нашу первую с ней встречу в реале. Это гринмамовская маска. Срок годности у нее закончился. Фиг знает когда. Она у меня лежала, я про нее совершенно забыла. Но, в общем, мне вот такая маска очень нравилась. Ее очень надолго хватает. Тут 170 миллилитров. Но она у меня уже пару раз отпрыснула, как я ее открывала. Но я решила, что, наверное, все-таки что у нее срок годности прошло. И она уже такая... Хоть гринмамы раньше и писали, что там у них с запасом дается срок годности. Тут после открытия 6 месяцев. Ну, классная маска. Так, я вообще даже не сказала. Это формула тайги, подорожник и полевой хвощ, очищающая. Маска для лица. Вот то, что она очень большая, но она очень экономичная. Это, конечно, минус. Она хоть бы поменьше бы тюбик делала. Ну, в общем, одна из тех масок, которая... Одна из первых масок, которые я в свое время в гринмаме заказывала. Когда они еще нормально... Ну, более-менее нормально относились к своим клиентам. Сейчас я, если и стараюсь заказывать что-то гринмамы, то на сайте Азон. Так. Это у меня тут эта бумажечка еды. Я сначала хотела записать два отдельных обзора, значит, пустые баночки, пустые пакетики. Но что-то вот как-то забыла, вот только сейчас помню. Это та шоколадка, про которую я говорила, если вы напишите коммент-камент. Мне никто не написал, но я так в восторге от этой шоколадки. Это Яшкина просто любить. Молочный шоколад с арахисом, бельгийский рецепт. Внезапно мне так понравилось, что тут вот этот молочный шоколад с арахисом. Обычно же с миндалем там бывает, шоколад с фундуком, с изюмом там. Ну, с арахисом... Может быть, и с арахисом не бывает. Ну, вот я первый раз попробовала, мне очень-очень понравилось. Я даже решила ее себе купить потом, но так как мне один товарищ сказал, что надо есть поменьше сладкого, но я стараюсь есть поменьше сладкого. В общем, в результате я пока не купила. Не дошла я до красно-белого, но лучший шоколад с арахисом. 90 грамм. 3-4 рубля, кстати, стоил, так что, если что, я вам советую. Классный шоколад, вкусный. Я все еще хочу попробовать арахисовую пасту чисто арахисовую, а не как у меня в каком-то обзоре была, там, из Дикси, с каким-то соевымаслом, или что-то там, на Озоне есть. Что-то 300 грамм, 175-4 рублей, но там надо набирать на минимальный заказ в 500 рублей, чтобы была доставка на нашу базу выдачи в углече 100 рублей, доставка 500 рублей минимальный заказ. У меня тупо я не знаю еще, чего набирать. Так, у меня вот закончился, я помню, Аленка дарила Organic Kitchen, действительно, уже от Organic Shop. Так, мыльная опера, витаминный гель для душа, свежая слива, органические ягоды, черной смородины. Хороший, классный гель. Я его, им даже несколько раз мыла голову, тосты ради, ну, просто эксперимента ради. Не то, чтобы у меня там шампунь, а нет, шампунь у меня есть. Вкусно пахнет, был такой розовенький. Но, допустим, если сравнивать с шампунем, вот из таких же баночек, этой же Organic Shop, Organic Kitchen, шампунь более экономичен. Тут, во-первых, неудобно брать, во-вторых, берешь, и получается, берешь, чтобы много, берешь мало, приходится добавлять на губку. Берешь много, нормально. Чем больше берешь, тем больше нормально. Я хотела еще попробовать его, как пену для ванны, но в результате его делала, как гель для душа. Классная баночка. Спасибо, Аленке, за возможность попробовать. Если я где-нибудь увижу, вот такой вот, то себе куплю, потому что мне понравилось, в принципе. Единственное, что тут 100 мл, брать неудобно, хватает ненадолго. Так, дарукое время. Сколько я тут трендучу? Уже здесь не было трендучу практически. Так, вот тут у меня. Тут гель, который мне очень хотелось получить. Получила я все-таки в этом году в подарок в Фроше в офлайнерском магазине, когда девчонками последний раз пояли Кушлендаре с Аленкой и Настей. И, соответственно, тут 200 мл. И Хроше. Биокультура. Карите. То нас туда. Кремовый гель для душа. Масло карите Био. В Африке питательный. После вскрытия неизвестно, сколько живет, потому что нету этого значка после вскрытия. Короче говоря, я его так хотела. Я все время душила на него жаба. Видимо, не зря душила, потому что я ему дала 3 шанса. Он себя не оправдал. Вот выдавливается какая-то такая специфическая непонятная жижица. Беленькая, кремовая. Между кремовым, между чем-то таким, вот если вы представляете, как выглядит маточное молочко. Вот сейчас что-то сравнение такое прошло. Вот маточное молочко в водичке. Если не представляете, просто загуглите. Я думаю, может в интернете все-таки есть картинки маточного молочка. Вот маточное молочко, конечно, это надо видеть в реале. В общем, маточное молочко, я имею в виду маточное от пчелок. Пчелки-матки. Маточное молочко в водичке. Мылящих средств вообще никаких на теле я не заметила. Это ощущение, будто сухой губкой елось по коже. Жуткое ощущение. Добавляешь его на губку, все равно как-то пена какая-то чуть-чуть есть, а потом исчезла. Типа натуральный состав, все такое, ну знаете, мыльный корень. Он как-то мыло, там выделяк, какие-то пенки. Тут состав, конечно, неплохой, вроде как, с видом. Ну, вода, значит, сок алоэ, вначале, потом химия, 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 хи... Так, не совсем химия, это масло сши, значит. Потом опять химия, 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 химия. Ну, более-менее, такой неплохой состав. Это обычно говорят, что, как-то я говорила, какую-то видишь, что вот она вот натуральная, но ни хрена не пенится, ну, не знаю, мне кажется, при желании оно пенится. Ну, хотя бы как-то вот кожу бы мыла. В результате я им домывала посуду, у меня вот столько вот было уделано внутри применения, значит, да, и остальные мне домыла посуду, не поверите, посуду она моет шикарно. В общем, вот этот гель я вам советую для мытья посуды, но никак не для тела. Так, у меня закончился. Я его начинала где-то там в конце зимы, весны, значит, это вообще не зимы, весной, это было весной немножко, а потом уже доделала в сентябре, где-то полбаночки оставалось, что у меня савандри приходила, она у меня на обзор от фирмы савандри, питерская фирма, с натуральным соотталом, вот мне кажется, что вот она круче, чем гринмама по составу в большинстве своем. И вот даже, мне кажется, можно приготовить самим тот состав, действительно тот, который вы можете сами найти, сварганить или там какие-то масла докупить, ну, по крайней мере, без Е666, как я говорю, в общем, косметический йогурт, клубичный мусс, активные компоненты, экстракт клубники, масло шиши, жаба, оливок, кокосов, не содержит синтетических масел и параметров. Тут еще совсем чуть-чуть осталось, он такой прикольный, он пах клубникой, тут 150 грамм плюс-минус 5, и, в принципе, такой, ну да, он по виду был похож на йогурт, он быстро впитывался, ну, не то, чтобы совсем быстро, но, допустим, намазался, тушку намазал, минут через 5 можете одеваться уже, ничего такого оливкового не будет, никуда оно не будет никаких пятен оставлять, кожу увлажнял хорошо, и сейчас я тут найду этот состав у нас, в общем, что у нас тут, я даже думаю, пока ее оставить, чисто из-за состава, попробую, что-нибудь подобное сварганить себе, вода, потом масло ши, масло жожоба, масло оливковое, масло авокадо, кокосовое масло, глицерин, лицетин, витамин B5, и потом уже экстракт клубники, правда, в самом конце, но с другой стороны, тут все натуральное, в общем, очень классная такая вещь, я не помню, сколько он стоил, 200 что ли, или что-то в этом роде, но ссылку на него я в инфобоксе под видео оставлю, если вдруг кому интересно, идите, купите, в общем, классная вещь, и спасибо самому за то, что можно это было попробовать оценить, и если я вдруг, когда я страчу все свои эти молочки, крема за тело свое, то хотя бы половину того, что у меня сейчас в запасах стоит, всякого разного, я тоже такую штуку вытажу, ну или куплю где-нибудь в аквайн-магазине, если вы же. В общем, у меня закончился гель какой-то русской фирмы, покупала вообще по скидке, вот по скидке, я вот думаю, что тут плода уже осталось, я его окачивала, я с ним делала как гель до душа, использовала как пену за ван пару раз, от одного колпачка пену вообще вот так офигеть, в общем, это у нас какие-то там фрукты, гель до душа, увлажняющие, спелая вишня, о, у него срок годности был до декабря 2018 года, оказывается, 250 миллилитров, то у нас вообще тут что-нибудь написано, какая-то фирма, народные промыслы, в общем, я когда Аленка выбирала подарок, в конце мая, в начале лета, по атаку шарахалась, и как раз увидела такой набор, 60 рублей, он стоил, там была такая розовая мочалочка, и вот этот гелик, я чисто из-за вишенки купила, ну, в общем, пена хорошая, классный гель, недорогой, но то, что он сейчас там стоит по 120, мне кажется, это вообще как-то запредельная, цена у него, вместе с мочалочкой, 60 рублей, потому что, ну, не то, чтобы вот там как-то пена, там какая-то не особая, ну, он нормальный, он по-моему, даже кожу действительно увлажнял, но мне что-то кажется, вот такие обычные русские фирмы, народные промыслы, они должны рублей 60 стоить, не больше, ну, в общем, классный гель, если вас жаба не душит, переплачивает, то вам советую, такой, пакетик, пакетик, ой, я таких пакетиков, я три таких пакетика слопал, это у нас финики с косточкой в составе, никаких там ей и так далее, срок годности 12 месяцев, какая-то там питерский какой-то ЧП, 45 рублей стоит 250 грамм, в магните покупала, это финики с косточкой, очень классные финики, бывают такие финики, немножко маслянистые, я как-то купила на развесе высшей лиги, в общем, немножко поела, поняла, что это не мое, у меня лежали-лежали, они не высыхали, лежали-лежали, у меня даже подруга Дашка, которая обычно все хавая, когда ко мне на чай приходит, и не на чай, вообще просто к чаю, Дашка к чаю, да, она их тоже как-то на них не позарилась, в общем, они у меня лежали-лежали-лежали-лежали, я в результате их выкинула, деньги на ветер, а вот эти, они такие вот сухонькие, которые чаще всего встречаются, такие сухонькие, и в общем, я вчера была в магнике, и почему-то их не купила, может быть, потому что я такой пакетик могу за два раза схомячить, и ни там, ни там не останется, и не с чаем, и даже просто, в общем, классные финики, вообще классные финики, и мне кажется, ну, недорого, это что, 45 рублей 250 грамм, в общем, советую вам такие финики, если вы любите финики, у меня закончилось то самое, тут вода уже просто, жидкое мыло, крем-мыло для рук, хорошее настроение, милк, у меня этого милка был крем для рук, который не заканчивался долго-долго, хоть в пустых баночках он был, потом еще на два месяца его осталось, а там чуть-чуть, туда объем 500 миллилитров, это я соленка покупала в Красной Калине, ой, в Калине, я ее красная безблала, в общем, в Калине в Ярике, 24 месяца после вскрытия, сроком он был до сентября 2019 года, в общем, классное такое, малинкой пахнущее, жидкое мыло, по виду, конечно, по консистенции, но какое-то, ближе к гелю, вот этому, такое, чуть более жидкое маточное молочко, по консистенции, очень надолго хватило, минус то, что вот бутылочка непрозрачная, и когда вот оно у меня заканчивалось, оно у меня закончилось буквально 3 сентября, знала бы, я бы его в пустых баночках за август обозрела, ну и в общем, может быть, я бутылочку эту буду использовать под какой-нибудь, что-нибудь туда наливать, типа это, использовать как жидкое мыло, может быть, я ее отправлю на переработку, у нас в Калине сейчас перерабатывают, собирают у нас отдельный, раздельный мусор, я специально так вожу, откладываю там что-то, завожу, собирают на счет бумагу, перерабатывают металл, стекло и пластик, и может быть, я это отдам на переработку, дозатор, в принципе, удобный был, ну и, я не помню, сколько оно стоило, но по-моему, не особо дорого, в общем, классное, жидкое было, так что вот, что тут у нас, так, о, второй у меня стоит в холодильнике, это я покупала, что-то по скидке, 45-49-50 рублей, что-то в этом роде, это в магните тоже брала, она так там сейчас по скидке, что-то идет, ягода протертая с сахаром черника, вот реально тут черника и сахар, больше ничего, 280 грамм, сделано в России, в Томске это сделали, короче говоря, что-то я вдруг увидела, купила, ну, как обычно, Лёля же, ё-моё, ну и, в общем, фирма какая-то, Сава, тут котик такой нарисован, ну, я думаю, там не знаю, видно-не видно, но, в общем, Сава, натуральный продукт, 100%, вот, очень вкусная такая штука, я ее думала, там, булочкой поем, или еще что-нибудь, она у меня все эти 280 грамм, чаем шли, а второй, я даже не открывала, зная себя, что она может у меня ща емуть, я думаю, может как-нибудь блиновство в органе в себе и с блинами полопаю, вкусная штука, советую, так, это у меня чего, а, это те самые макароны рисовые, которые я тогда обогревала, гипсейк покупала, рисовые макароны ленты, рисовая мука, 93%, и вода, 3 минуты варить, 200 грамм, 64 рубля стоили, по скидке, я думаю, не помню, а так же стоят по себестоимости вообще, короче, сначала они мне дико не понравились, знаете, вот как обычный такой, не очень такой, ну, среднего качества рис, который я отвариваю, он такой вот конкретным рисом таким, отдавала, соевым, соусом, шло на ура, потом как-то мне некогда было особо готовить, а есть хотелось, и надолго, кстати, хватает, всех этих 200 грамм, оно там разваривается, и что-то оно мне под конец так понравилось, я его хомячила, хотя у меня подружка говорит, что когда ты голоден, голоден, жрать хочешь, короче говоря, когда ты очень хочешь есть, то ты смопаешь, все, и тебе вот вкусно, в общем, если вы такие, всякие специфические, странные продукты, будучи русскоязычным человеком, любите, то я вам советую, так, интересно, прикольно, азиатская кухня, то-се, так, вот это у меня вздулась крышечка, это мне дарила Настя Лукьянова, это Organic Kitchen, это Organic Shop, увлажняющий, так, крем увлажнения для лица, свежий белый виноград, органический камчатский подснежник, только пищевые натуральные консерванты, без СЛС и параберов, 100 мл, все бы ничего, баночка, крышечка вздулась, я не знаю, можно ли его еще пользовать, потому что крышечка у меня вздулась, а вдруг, я им пользовалась, да, какое-то время пользовалась за лица, иногда там крем за ног, использовала, как крем за рук, просто как крем за тело, у меня тут половина осталась, летом я им не пользовалась, потому что все-таки он ближе на осень, наверное, или на зиму даже лучше, скорее всего, подойдет на зиму, не знаю, может быть, даю его, напишите в каметах, как вот, стоит ли пользоваться, то он после вскрытия, там, 6 месяцев живет, да, 6 месяцев, 6 месяцев тут уже прошло, может, месяц уже, возможно, 8-й, или типа того, как он скрыт, как-то он ничем таким не пахнет, вот тем же самым виноградом, как пах и есть, зелененьким таким виноградиком, но то, что крышка у меня вздулась, мне что-то слегка это напрягло, может быть, я им ноги добавлю, ну ничего, такой хороший крем, единственное, очень большой объем, мне кажется, это, не знаю, какую кожу лица надо иметь, сколько раз на себя этого намазывать, чтобы это за полгода ушло, так, у меня закончился, невская косметика, шампунь дегтярный, 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 я ученый все время, внову дегтярный, хотя тут ем, я ею, представляю, дегтярный, березовый йогурт, натуральная добавка против перхоти, обладающая противовоспалительным, обезжиривающим, противодовым действием, для мытья волос без красителей, отдушек, 250 миллилитров, стоит удовольствие 52 рубля, ну, где как, 52, 54, 50, классная фигня, кстати, ну, в смысле, классный шампунь, в два раза дешевле, чем целитель, или лекарь, или как он там, который я до этого подозревала, пустые баночки покупала в аптеке, тоже на очень долго хватает, но я что-то по привычке, он слегка чуть-чуть пожиже, чем тот, предыдущий вариант, но я что-то по привычке, его так выливала, иногда на себя очень много, ну, выливала-то до хрена, его бы так хватило, наверное, месяца на два, но иногда вот я что-то так забуду, что он, в принципе, такой экономичный, и выливал на себя сверх дофига, классный, короче говоря, потом я себе такой, думаю, приобрести, я его покупала в атаке, видела еще в высшей лиге, ну, в общем, где увижу, там и куплю, сделан у нас в апреле 17-го года был, после вскрытия, тут ничего такого нету, состав, фиг знает, какой тут состав, ну, короче, в общем, классный, хороший шампунь, единственное, если вас раздражает такой вот запах, специфический, то, значит, он, возможно, вам из-за запаха только и не подойдет, а так классный, я тут голопом по европам, сейчас я все-таки побегу уже в сад, и прибегу уже потом, до обозрю вам все остальное, я что-то хотела ведь перед этим тяктерным шампунем сказать, ладно, если вспомню, или увижу на монтаже, то как-нибудь это обделаю, кстати, тут наклеечка такая, в виде березы, я думала, может, его можно как-то своими руками создать, этот дегтярный шампунь, может, как-то, из сухих листьев березы, что можно сделать, но вообще, в интернет мне в помощь, но вдруг вы там в камень, так что, отпишите, умная, и вот я снова с вами, при свете пяти ламп, на улице такой дубак, и оказывается, была мороз, и сад благополучно тем, что я там должна сделать, перенесся на завтрак, так, продолжим, у меня закончилась вот эта вот замечательная баночка, подарок от подписчицы Ирины, а ты фраше, что это у нас вообще, это у нас бальзам для тела, с органом, с органовым маслом, маслом арахани, что-то в этом вроде, я уже забыла, как называется, потому что тут, после вскрытия оно живет 6 месяцев, в общем, в принципе, оно за 6 месяцев вполне себе ужилось, тут совсем-совсем чуть-чуть, вот можно наскрепсти, чисто вам показать, очень классная вещь, я ей пользовалась тоже, где-то, ну, летом, может, пару раз, в основном зимой, и вот тоже где-то, в сентябре. Ирине огромное большое спасибо за возможность это заюзать, и фраше тоже очень классная вещь. У меня был он чисто вот такими маленькими флакончиками, кюбочками приходил, как вот пробные варианты все время, в разное время, в подарок от фраше за заказы, так, это у меня, по-моему, тоже какая-то еда. Это Лея умудрилась, все-таки рискнула здоровьем, ну, ничего такое, по составу нормальное, попробовать вот эту штуку. Это у нас Пудов, или Пудову, Сегрет пышной выпечки, кекс в кружке, шоколадная, готовая смесь для микроволновой печи. По-моему, я его в магните, что я его брала, или где, или в пятерке, или в атаке. В общем, где-то я его брала, я забыла, где я его брала. И что, так интересно, прикольно, в кружке. Кружку, правда, я брала побольше, чем тут написано. И это мне вообще посоветовал мой полусетевой приятель, Дима. И он советовал еще самой сделать, а потом, говорит, вот типа продаются. Я видела такие смеси, но там столько всего было непонятного, что я не рихнула здоровьем. А тут вполне себе нормальный состав. Масса нет, это 70 грамм. Сделано оно было 29.07 этого года. Живет, по-моему, оно 12 месяцев. Хотелось сказать после скрытия, что у нас такое тут. Сахарный песок, мука-пшеничная, хлебопекарская лучшего сорта, какао-порошок, молоко-сухое цельное, яичный порошок, пищевая поваренная морская соль, пищевые добавки, в общем, соза пищевая, регулятор кислотности, лимонная кислота и ароматизатор ванили. Ну, вот эти два последних, в принципе, можно пережить. Так, ну, засыпать на кружку, добавить 50 миллилитров воды к смеси, или 50, или 5 столовых ложек, и по желанию можно положить одну чайную ложку растительного масла, низко она какого-то, для особой нежности кекса. Я добавила растительного масла, кокосового масла от другой подписчицы и, в общем, короче говоря, заюзала. Ну, как бы, я не помню, сколько он стоил, что-то, если честно. Прикольная такая фигня. Я думаю, можно будет дома как-нибудь самой сделать. Ну, в общем, если хотите чисто так себя побаловать, можете вот эту штуку купить. Неудобно только, непривычно вот из кружки это все заставать. Там еще продавался, по-моему, с лимонным вариантом, но лимонный вариант, в конце магнити все-таки я брала. Лимонный вариант, там что-то было до хрена киний. У меня тут даже два флакончика, в общем, вот этот флакончик, мне он, он, кажется, был неполноценный, ну, в смысле, наполовину заюзанный. Это Аленка, у нее стоял-стоял, я так поняла, он ей надоело, она предложила мне. В принципе, такой интересный аромат, это у нас Экласс, 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 бабушкин аромат, но вот когда холодно или под настроение, он так нормально у меня пошел, он у меня сначала пошел, потом стоял, а потом что-то так быстро доюзался. Он такой, спасибо Аленке за возможность попробовать. Так, вот это у меня от Насти Лукьяновой, арифлеймовская тоже, это как бы масло, чайного дерева, на самом деле тут масло, чайное дерево и куча всякой хренотений. Коробочку-то я уже бумажную вытянула, но там было написано, что масло, там все-таки было. Даже когда вот я в основном его использовала как вот добавку к тазику для ног, эти ванночки для ног, и вот когда выкапываешь, иногда чуть больше выкапывается, и видно, что там эти масляные круги плавают. Ну, мне все-таки ближе нормальное эфирное масло чайного дерева, и такое, конечно, спасибо Насте за возможность попробовать, но такое я бы не стала покупать сама, но если вам по-бегу, тут 10 мл, кстати, то в принципе могу вам такое посоветовать. И что я его добавляла, кстати, вот чисто так теста ради, сейчас скажу, куда, вот в этот гель, когда я его пробовала как шампунь для волос, и как гель для душа, уже когда половинка там оставалась, я так закапала туда, и уже доюзывала его вместе с этим маслом, потому что, откровенно говоря, я не знала, куда его заделывать, ибо эфирное масло чайного дерева я делаю как вот основную составляющую эфира в свои дезики жидкие и не совсем жидкие, которые, вот как он там, с кокосовым маслом, который с воском, а это, ну так как оно со спиртом содержащее, содержало спирт и еще какую-то хренотень, то его как бы ну не добавишь, ну ни туда, ни сюда, в общем, тут у нас написано этанол денатурированный 27% оборотов, кстати, видимо, это в принципе при желании можно было бы это кому-нибудь влить, как алкоголь, 27% оборотов это 27 градусов или как, ну в общем, я не очень в этом понимаю, в алкоголе, в этих градусах, ну пахло, но в принципе вот когда его капаешь, оно много накапаешь, оно пахло чайным деревом, а так ну очень отдаленно чайным деревом, таким очень сильно расплывчатым чайным деревом, ну в принципе как у вас такую фигню разнообразие попробовать, почему бы и нет, единственное, я не поняла, что его как бы добавляешь там во всякие тоники и тому подобное, если орифлэм его пускают, чтобы его добавляли в средство орифлэм, то это значит, что средство орифлэм из той же серии с чайным деревом не совсем полезные, ну, по крайней мере, ощущение такое возникает, что вот это средство добавляете там по капельке туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда, и оно обогатит это ваше средство, допустим, ту же пенку для умывания или тот же тоник для умывания для протирания лица. Значит, тоник до этого был не обогащен чайным деревом, как там написано, но это чисто вот мои такие мысли-формы. Так, это у меня закончилось. Шарики для ванны, это были у нас, по-моему, тут лимонные, это я второй раз уже покупала, брала, и вообще надолго их хватает, или просто я про них периодически забываю, это у нас в Ревгоше я брала их. Где-то они у нас вообще наклейно, я не пойму, как. Масло для ванны желтое с ароматом лимона, 13 капсул по 4 грамма. Можно ванну уложить там 2-3 шарика. Я даже как-то их делала по-моему пару шариков или один шарик кидала в ванночку для ног. Такое, ничего прикольное. Хоть тут написано, что кидайте вот прямо как в ванну вы набрали и туда кидайте, оно растворится. Нифига подобное, я не знаю, пока там температура должна быть горячая вода и как ее выдержать в таком случае, чтобы оно растворилось. Я делала уже под конец после открытия 12 месяцев, ну мы тут 12 месяцев практически уже и прошло, как кидала, хотя вот я не знаю почему тут после открытия 12 месяцев, когда тут три дырочки на крышечке, оно как бы проветривается. По-моему, эти после вскрытия уже эффекта никакого. В смысле, не стоило им писать, что после открытия 12 месяцев. Иначе бы тогда зачем вот эти дырочки проветривающиеся. Я не помню, что-то оно 300 что ли стоило или 400. Вообще не помню, сколько оно стоило. Но оно мне нравится, мне в первый раз было с лилией чем-то там, личи и лилия оказывается, а эти вот с лимоном. И в принципе он действительно ободрит. Я просто уже кидала их при наборе ванны, а иногда даже их уже при наборе ванны воды пыталась как-то лопнуть, чтобы вышел этот маслиц, и вот эта жилирующая оболочка растворилась. Иначе залезаешь в ванну и плавают эти шарики, либо вообще еще не лопнувшиеся, либо наполовину. И жилирующая оболочка не растворилась. Ну и сначала я как-то это все его пыталась смыть, а тут в последние разы я чисто вот вылезаю из ванны, если без всякой пены и соли я просто с ними кожа мягкая, увлажненная, ничего не надо наносить, и можно его даже не смывать. В общем, хорошая такая прикольная штука, я буду, когда в Ярике или там, где он еще есть, попадется ревгош, потому что у нас в случае его нет этого ревгоша, или просто увижу где вот что-то такое, то я, конечно, себе приобрету, потому что оно мне нравится. Вообще, я люблю всякие такие ванные, банные штучки, ну и если вы любите банные-банные штучки, то вам тоже советую. У меня закончилось от Аленки, большое, конечно, спасибо, и в очередной раз привет. Если до этого не придавалась, северная жемчужина, мандарин и мелиса, соль для ванн, 550 грамм, хватило на 3 применения, добавлять 150-200 грамм соли, в общем, в ванну 15-20 минут удержать. Я такую уже несколько раз еще раньше, еще давно, давно, в общем, периодически я такую покупала, это соль морская с пеной для ванн, фруктовая ассортина. У нас она раньше давала в черном коте такая что-то совершенно бюджетная, очень классная, 24 месяца срок годности, негациант производства. Вообще, очень мне нравится, я считаю, что соль должна быть недорогая, потому что у нас все-таки соль, как бы ее практически не какой-то там экстракт, который хрен знает, куда надо ехать, чтобы офигеть, как добывать, а обычная соль. Конечно, пены тут никакой не было, сначала там набирается вроде какая-то там пена, но на самом деле она буквально там через несколько минут набора воды исчезала, но суть не в этом, соль была классная, пахла хорошо и действительно бодрила за счет, и расслабляла тоже за счет аромата и мандарины, и милисы, в чемаленке огромное, большое спасибо, любые такие вот сольки, ну и вам, соответственно, тоже советую, я на время глянула, даже не помню, сколько там сначала, как обычно, вот этот, по-моему, от Аленки, Арифлейм, в общем, у нас гель для душа, алое, и оливка, 250 миллилитров, откровенно говоря, я не помню, почему он у меня сначала не пошел, я его пару раз поюзала, и он у меня стоял, 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 потом я его еще раз поюзала, а потом, я поняла, после вскрытия 12 месяцев, я поняла, что меня как-то очень сильно воротит от его запаха, сам по себе, в принципе, он неплохой, вроде как, даже нормально пенился, сейчас он уже ничем не пахнет, этот, по-моему, не откручивается, хоть и крутится вокруг своей оси, и состав, хоть Аленка и говорила, что у него приближен к натуральной, ну, чуть ли не как у Икраше, но у Икраше тоже есть, конечно, там химия, еще что-то есть, какие-то более-менее более такие натуральные, но тут у нас до хрена химии, и вот все эти основные компоненты, сок алое, и масло этого самого оливки, оно в самом-самом конце, ну, в общем, может, конечно, кому-то оно понравится, ну, вот чисто меня, вот этот аромат, он как-то меня так выворачивал, у меня такой дикий токсикоз пошел, нет, я не берега, но у меня иногда бывает, очень редко, такая реакция резкая на все эти запахи, сделана в России, в общем, я надомывала посуду, посуду мыла он хорошо, ну, Аленке, спасибо за возможность попробовать, но, больше мне такого, наверное, не надо, может, там какой-то другой вариант этого геля, но вот именно запах как-то меня внезапно воротил, так, это у меня тут коробочка от мыла, мыло вполне себе сейчас юзается, это мне кто-то там дарил, из моих чисто знакомых просто там это, в знак того, что, допустим, я кому-то что-то сделала, мне за это мыло дали, причем, хотя я ничего не ждал, это у нас камеи, клубника со сливками для нежной кожи, мыло туалетное, если у вас кожа не нежная, то она вам не подойдет, не знаю, ну, это исходя из этого 90 грамм, в общем, оно у меня стоит, лежит в ванной, вполне себе пользуюсь, мыло как мыло, обычное, пусковое мыло, так, это чисто решил обозреть, оказывается, это у меня Эпам тысячный, синергетик третьего поколения, состав уже сменился совершенно, не, не знаю, может состав, конечно, не изменился, но вот раньше оно было как-то более густое, это такая хренотень, я их капала в свое время в глаза, после аварии, когда у меня было зрение минус 20, а потом благодаря им стало минус 13,5, долго-долго капало перерывами, но потом на было делать перерывы, потом аптека в Ярике, в Ярославле покупали там через знакомых, куда-то девалась и я уже заказывала, может, лет 5 назад начала его заказывать по интернету случайно нашла, по-моему, в аптеке, алтайская аптека или алтайское здоровье, что-то такое, всех, кого не лень просила, все, кто у меня когда-либо из моих друзей, там, из других городов или просто вот живут они сейчас, допустим, в тех городах, они здесь, спрашивал, ну, что мне такое вот надо, допустим, когда я спрашиваю, что мне привезти, там, или еще что-то, я просила вот эту штуку, но можно было купить в Москве или в Питере, но Ёлька задницу не оторвала, вот зачем она отрывала жопу, а вот за этим нифига, короче, заказывала в результате сама, но в последний раз, когда я заказала, 30 миллилитров капли бат, два таких флакончика, у меня, ну, сроком оно, кстати, до 31 мая следующего года, когда вот там разводишь, допустим, 1 капля его к 5 каплям воды, то он по, он немножко разжижается, я капала в глаза это, даже чисто вот, знаете, вы устали, очень во глаза устали, в этом, что-нибудь такое, мозгом и глазами делали, и оно вот закапаете, и мгновенно вся усталость исходит, плюс в этом был, но единственный минус, что вот она стала, у них, наверное, работ сменился, и оно стало слегка, как разбодяженное, будто вот тот концентрат, развери, полноценно так, один к одному, и половину сюда залили, я не знаю, мне тетя говорила, что может это подделка, но вроде, что такое же сибирское здоровье, я вот даже не знаю, сейчас рисковать или нет, заказывать, покупать заново их, но они очень хорошо помогали, если, допустим, у вас устали глаза, там советуется, ромашковый щай, или просто слитые, вот эти черные, заварочные пакетики, прислоните, порешайте, сколько-то минут, то вот это равносильно этому, только мгновенно все это проходит, там вся усталость, я так же снатоглаз, наверное, все-таки потом себе закажу, стоило-то оно, кстати, когда я их покупала, вот, в 2000, допустим, году, он стоил 250 рублей, теперь оно стоит, может, сейчас тоже стоило, стоит где-то в этом размере, но вот я покупала за 165 его, или 5 назад, в последний раз тоже покупала за 165, правда, там еще доставка идет, на деле выходит уже 250, ну, вот как-то так, вот тогда оно стоило дороже, чем сейчас, вот у меня закончилась, это очередная лимитка натурель, я в упор не помню, что это, тропикана, или еще что-то, если вы по цвету флакончика можете определить, напишите мне, пожалуйста, в камен, так что-то такое, оно сначала мне нифига не шло, но тут так быстро уделалось, правда, тут уже практически ничем не пахнет, но, по-моему, оно мне немножко напоминало, допустим, немножко ирис нуара, немножко такого что-то отдают ваниль, еще чем-то таким, в общем, какой-то такой теплый, слегка тяжеловатый, но даже летом не то чтобы в жару, но с градусов 20 он вполне себе шел, сейчас попробую, может, что-нибудь выпреснуть оттуда, вообще ничего, горят, короче, очень классная хренатень, если это действительно тропикана, то я на нее меняла обычную натурельку, еще в группе ирисов, евро-шефской, а если это что-то другое, то, значит, я ее просто покупала сама, или она приходила в подарок, я уж не помню, в общем, вторые духи у меня тут лаюзались, точнее, в сентябре как раз закончились, так, коробочка чая, я что-то решила ее тоже, видимо, обозреть, это я покупала в Исширлике во время своего выхода, как бы обеда вниз, зачем-нибудь спуститься, поесть, купить, 30 рублей стоил индийский черный чай, лондон прайд, сделан, по-моему, фабрика чая Россия, 3 ОПКТ, в Москве в мае этого года, ну, такой, в общем, чай, черный чай, бахнул, без добавок, и он вроде как шел, типа, я уж не помню, мелкий или среднеристовой, но суть такая, по-моему, он был мелкий все-таки, он, вот, примерно как гита, вот эти вот все-таки, мелколистовые, дешевые, парашненькие, ну, чисто, можно сказать, грубо говоря, технический чай, очень технический чай, еду запивать только, ну, или там взбодриться, очень, очень быстро он у меня закончился, баночка пойдет в сад, на сожжение, не советую, ну, так, если уж совсем от безысходности, у меня вот тут так еще пробник, этот, соя, эликсир, сенсуэль, вот этот вот, который, кажется, мне нравится, да, он до сих пор, еще пахнет, эта салфеточка, я, правда, высохла, нафига, или это может, там пакетик, внутри пахнет, не знаю, вот, меня сейчас жаба душит, но я, может быть, все-таки, если когда поеду в Ярик, то я себе такой приобрету, 30 миллилитров, или 50 миллилитров, хотя мне он, за последние два с лишним месяца, пришло 3 или 4, именных бланка и фраше, со всякими разными подарками, парфюм какой-то разный, можно выбрать, вот это даже по скидке купить, но что-то мне пока душа не лежит, набирает что-то себе, но вот у меня, можно сказать, третий дух, третий духи закончились, третья парфюмерная баночка, еще одна парфюмерная баночка, это у меня от Ани из Владивостока, с которой я там два раза менялась, второй раз, насколько помню, неудачно, уж не помню, что, но вот это арабские, какие-то масляные духи, они у меня закончились, я, такие сладковатенькие, до сих пор пахнут, они настолько нежно, недосягаемо пахли, что я ими сколько не мазалась, очень мало, кстати, выходило из этого шарика, как-то вот неудобная упаковка совершенно, что я их только на себе вот ощущала, только если к носу поднести, очень тонкий аромат, ну такой вкусненький, но если бы он был понасыщеннее, я думаю, был бы покруче, так, еще у меня тут, сегодня буквально закончились, хотя нет, вообще, хоть сегодня уже 2 октября, они заканчивались еще в сентябре, но я их сегодня доделала, я их хотела обозрить, но раз они сегодня окончательно закончились, то, в общем, это черри, не знаю, что за фирма, мне ее присылала в поменяшке, кажется, в поменяшке все-таки, наверное, одной из первых, Настя Зарецкая, спасибо тебе, потому что именно вот такие духи, я видела как-то на левом берегу, может, года 2 или 3 назад, с Женькой, но у них магазин принимает исключительно наличку, у меня было больше на карте, чем в наличке, и, по-моему, они тогда в наборе продавали, что-то 200 с чем-то, что-ли стоили, а у меня реально налички было чисто вот на автобус, ну и поэтому я их очень хотела попробовать, вот Настя мне их присылала в поменяшке, у них такой специфический, чисто для меня вот такой унисексовый мужской аромат, такой мужской туалетной воды, классической, ну и в общем я их уделала, сначала они у меня стояли, я их прыскала, мне одного прыска хватало, вот так вот прыснешь, и практически задыхаешься уже, если чуть больше одного прыска, я привыкла, шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук, потом я в них так что-то влюбилась, мягко говоря, и уже уделывала на себя дофига, и вот оно не мешало ни мне, ни окружающим, по крайней мере, никто не жаловался, обычно там Маша мне говорила, ой, блин, у тебя такие термоядерные духи, на какой-нибудь интересного, даже от одного пшика, тут 7, по-моему, миллилитров, или сколько, нет, тут 10 миллилитров, и вот вода туалетная, вода, парфюмерная вода, окажется это, ну и допустим на одежде, но действительно, где-то там где-то в курсе, чуть больше, так, еще у меня тут закончился пробник, Эйвоновский, какой-то туалетной мужской воды, когда-то приходил в подарок, да, кстати, Эйвон на 13 каталоге меня прибанил, мой номер там некошерный, мне, конечно, уже предложили заново зарегистрироваться, но так как у меня с Эйвоном как-то отношения не очень складывались, они меня тут обманывали с баллами, которые у меня были золотые, только начислили золотые баллы, я могла их потратить, и они у меня тут же списались, то еще какие-то косяки, очень много, короче, косяков от Эйвона, я решила, что пока я не хочу быть заново консультантом, к тому же остановилась исключительно извержений, и у меня запас пен для ванн, это и он, в принципе, неплохой. Так, у меня закончился еще один, да, вот это, сейчас, может, произнесу, как оно там называется, что это вообще такое, но мне Эйвоновские мужские парфюмы, кажется, они все однотипные, на одно лицо, Эйвонмен, ЕДТ, и Су-туалетная вода, в общем, никакого названия тут вообще нету, и пахло, оно мне, по-моему, уже года полтора или если не больше лежало до тропничек, пахло классическим мужской туалетной водой. Так, и у нас тут мисс Диор у меня закончился, который мне Сиси Шмидт присылала в подарочки в своем, это у нас тут пионы кто-то еще такая, вообще уже ничего нету, я уже не помню, чем пахло, в смысле не смогу вам сказать, но такой приятный, нежный ароматик цветов, сколько у меня тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, точно ли 8? Ну да, 8, у этих самых 2, ну, грубо говоря, 3 пробника, да, вот это же пробник, 3 пробника и 5 полноценных, нет, это не духи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, масло эфирное присобачиваю к духам, короче, 3 пробника и 4 полноценных вакончика. Так, у меня тут еще одно масло эфирное закончила, даже 2, это у меня гвоздика, масло гвоздики эфирное, я вообще летом использую его от комаров, очень хорошо помогает, лучше всяких там этих средств. И еще масло, вот мандарина, мандариновое масло, аспера 10 мл, я его во всякие свои эксперименты добавляла, там мыло, дезики, как в аромалампу, там, в общем, люблю мандариновое масло, надо будет покупать, наверное, потому что я не помню, есть у меня мандариновое масло еще или нет. Так, по-моему, последняя баночка, это вот этот самый вазелин косметический, который пошел в основу бальзама, блеска за губ, который я там на какой-то видос эксперимента ради писала, ну и по-моему, все, вот все это у меня наконец-то они закончились, этот пакет огромный, я его обозрела, в общем, вот эти у меня такие все пустые баночки, пакетики из-под еды, косметики, закупки были, если вы оселили до конца, то я очень рада, я не зря тренджировала на камеру, ну и всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока! Пока!